Книга «Открытым оком», 25-й том, вопрос 3757, тема «Грех». «Многие ли откликнулись на вашу просьбу в собрании написать, что женщины чувствовали, когда впервые надели мужскую одежду, и как с этим делом обстоит у них сейчас?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Немногие, а причины подлинной я не знаю». Кавычки открыты. «Помню, когда училась в восьмых-десятых классах, в школе проводились беседы, в газетах, в журналах, публиковались статьи, на телевидении проводились диски, передачи о равноправии женщины с мужчиной. Никто ни в школе, ни дома не учил нас, девочек, быть хорошей послушной женой, будущему мужу. «Мамы с нами на эту тему не разговаривали, почему-то это была запретная тема, Бога мы не знали и не боялись, в церковь не ходили». На людей верующих в то время смотрели с опаской, относились к ним как к прокаженным, сторонились их. Нас учили быть смелыми, когда всегда быть первыми в любом деле, ни в чем не уступать мальчикам, а чтобы быть первой, надо быть где-то дерзкой, может даже наглой, неуступчивой. А когда женщина возвысилась над мужчиной, поправ все божественные законы, которых она никогда и ни от кого не слышала, то ее постигла участь, о которых она никогда и ни от кого не слышала, то ее постигла участь, о которой говорится в Библии. Псалом 72,6 «От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их». А дерзость – это мать всех пороков, а гордость – отличительная черта дьявола. В 1970 году в первый свой отпуск я поехала в город Ленинград со своей подругой по работе. Там мы в Павловом Посаде отстояли часа три в огромную очередь за импортными джинсами. На работу в джинсах я не ходила, а надевала, когда играла в волейбол на улице или ехала в лес. Но это была стильная одежда. Первый раз надела джинсы, пошла играть в волейбол на улицу. Тогда это было очень популярно. Молодежь часто играла в волейбол в свободное время. Тут же на улице натягивали сетку, получалась волейбольная площадка. Или играли на пустыре за домами. Я жила в частном секторе. У отца я выпросила к джинсам его офицерский кожаный широкий ремень. В то время это был писк моды. Когда впервые я вышла в джинсах на улицу, ощущение, что на тебя не все смотрят. Как бы попадаешь под обстрел многих глаз. Я была в то время девочкой худенькой, с хорошей фигуркой. Да и часто выступала на школьных и городских соревнованиях, играя в волейбол. Поэтому быстро привыкла к этим взглядам. Это была вещь не только модная, стильная, так сказать. У меня не было никогда чувства хвостовства. Просто я чувствовала удобство. Но все равно как бы это первое чувство, что тебя оглядывает, но тебя смотрит, тебя начинает как-то коробить. Поначалу это не очень приятно. Ну а потом человек свыкается и уже позже считается как бы нормой. Конечно, с одной стороны вроде бы это удобно, практично. Нигде у тебя ничего не торчит. В юности носили короткие юбки. Все девочки носили чулки, которые пристегивались к поясам и панталоны. Дело в том, что было весьма некрасиво, когда девочка выходила в школе, в доске в школе, начинала писать, руку поднимет, а у нее из-под юбочки выглядывают эти крючки от поясов или резинки, панталоны. Конечно, мальчишки смеялись, хихикали, что сильно смущало девочек. Да, конечно, внешне было красиво, что в платьишке. Но тогда наша страна очень сильно отставала от разных стран производства самого необходимого. В 40-летнем возрасте, начало 90-х, в основном носила юбки, кофты, платья, а брюки надела в середине 90-х. Сначала чувствуешь себя дискомфортно, потом, да, да, удобно, тепло. Я всегда носила обувь на высоком каблуке, объяснялась элегантностью, что человек это стройнит. И удобства в том нет, когда, допустим, надо на шпильках пройти по нашим разбитым улицам, где все, в колдобинах несколько остановок, потому что в то время с транспортом было очень плохо. Его было мало. Он был переполнен. Порой приходилось и на подножках висеть, чтобы доехать до работы, особенно в частности. Но наряду с молодыми стройными женщинами брюки начали надавать женщины, имеющие большие габариты, носящие размеры 52-60 размеров. Поголовно наделись брюки молодые, пожилые, старые женщины. Потихоньку женская одежда как бы уступила место мужской. Это вошло в привычку. Я сама носила брюки, не замечала, что мне было удобно. Соскочил утром с постели, не надо тебе наглаживаться. Брюки надел сверху кофту, и стремлак несешься на работу. Уже не надо следить за тем, как ты сидишь в транспорте. Можно уже и стоять широко, расставив ноги, сидеть развалившись. А если ты носишь платье или юбочку, ты уже не сядешь, раздвинув ноги. Ты всегда держишь форму, прямая спинка, за столом ножки вместе приседаешь или наклоняешься аккуратно. Красиво. Молодежь стремится к раскованности, жить без комплексов. Но это не раскованность, это просто расхлябанность. Мое мнение, девушка, женщина всегда должна выглядеть опрятно, красиво. Всегда носить платье, чтобы подчеркнуть свою женственность. Бог создал женщину, украшающую общество. Она должна красить мужчину, с которым рядом находится. Она должна быть как цветок. Ведь не зря всегда поэты-писатели воспаляли женскую красоту. Когда все женщины поголовно наделись брюки, тогда все носили черные брюки. Потом стали носить стрейч-брюки. Стали сплошной черной массой. И порой не понять, мужчина идет или женщина. Уже не увидишь красивой девочки. Женская красота померкла. Библия же говорит по этому поводу. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим. Всякий делающий сие. Второзаконие 22.5. Начались очень короткие стрижки. Я сама стриглась очень коротко. Всегда красила волосы. Всегда был макияж, красивый маникюр. Прости меня, Боже. Не ведала, что творила. Пришла искусно созданная красота. Появились стилисты, визажисты. Все женщины надели маски. Я сейчас, будучи верующим человеком, понимаю, как много потеряла женщина. В первую очередь, естественную красоту дарованную ей Богом при рождении. А каждый человек прекрасен по-своему. Полная безнравственность. Исайя 29.11. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие. Народ твой огонь пожрет врагов твоих. Кавычки закрыты. В 60-е годы слово аборт даже стыдно было произносить. Сейчас спестрят все газеты, частные клиники, предлагают мини-аборты, всевозможные услуги и технологии. А это уже преднамеренно убийство живого, но еще не родившегося человека. Богу это не угодно. И это является смертным грехом. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жить вечное во Христе Иисусе, Господи нашем. Римлянам 6.23. Началось вроде с малого, с брюк. Затем идет дерзость. В погоне за свободой, жизнью без комплексов, женщины начали спернасловить. Маты печатаются уже в газетах, журналах и книгах. И все это огромными тиражами. Маты звучат в художественных и телевизионных фильмах. А ведь все это читают, видят, слушают наши дети. Когда я уверовала в Спасителя, души моей Господа Иисуса Христа, стала носить платок дома на занятиях в Алтайском государственном техническом университете АЛТГУ, где изучаем Библию по толкованиям святых отцов православной церкви. В храме два платка надевала. И вот на работе долго не могла надеть его. Я почти год проходила на занятия. Летом я покрестилась с троекратным погружением в воду в православной деревне Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Когда приехала из Потеряевки после крещения, я сразу надела платок, пришла на работу и сказала, я приняла крещение и с сегодняшнего дня буду носить платок. 1 Коринфянам 11.10 Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Кавычки закрыты. Мужчина идет с серьгой в ушах, с хвостом, женщина в брюках. Мужская одежда на женщине и женская на мужчине. Это мерзость пред Господом. Так в Библии сказано, а я хвалюсь моим Господом. Потому что он избавил меня от многих пороков, от смерти души. 1 Коринфянам 11.31 Чтобы было, как написано, хваляющийся хвались Господом. Кавычки закрыты. А платок в связи с того, что я христианка, я его чадо искупленное. Но вскоре я не стала носить платок на работе. Что послужило этому? Я была на работе одной из наших сестер. Она верующая уже много лет и вижу, что у меня нет платка. И мне это послужило соблазном. Я пришла домой и думаю, ну как же хожу в храм в платке. Ну я же хожу в храм в платке, дома в платке, в саду в платке. А на работе я не буду носить, потому что много вопросов задают. Ну что ты, как старушка, носишь платок? Ты что, заболела? Ты что, с сектантами связалась? И так далее. Но в душе я тягостилась, что не ношу платок на работе. И вот я еду в электричке на дачу, читаю Евангелие. Там сказано в платке. 1 Коринфянам 11.5 7.10 И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постышает свою голову, ибо этот тоже, как если бы она была обритая. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Почему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Матфея 10.33 А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Кавычки закрыты. Так выходит, я стыжусь моего Господа. Того, кто спас душу и тело мое от мерзости мира, сего пьянства, блуда, лжи, табака, курение. Я стыжусь моего Спасителя. У меня хлынули слезы. Я стала так стыдно, что я стыжусь Иисуса Христа, который принял меня грешную, принял на себя все мои грехи, умер за меня лично. А мы у меня своей причистую кровью от всех грехов. Мерзость и мирской жизни. Зайдя на крест Голговский, он возродил меня для жизни новой, а я стыжусь его. Я надела платок, и с этого дня я платок не снимаю. Нашу его на работе и дома, и везде. Салфирь 32. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, но по правде Твоей избавь меня. Кавычки закрыты. Уверовав в Иисуса Христа, я стала носить юбку, но иногда все-таки надевала брюки. Когда осенью ехала на дачу, знаешь, это мерзость без Бога. В саду тоже иногда надевала брюки, думая, что меня никто не видит. Как бы для очищения совести надевала поверх брюк платье, подтяну его кверху из-под куртки, и не видно. Но вроде перед Богом платье на мне есть. Шло такое лукавство. Однажды ехала с дачи, мне на железнодорожном вокзале встречается дочь нашей верующей. Она увидела, что я в кожаном каменезоне. Сверху было платье, но я его так задрала, что из-под куртки и не видно. Через какое-то время Любовь Николаевна открывает, отзывает меня и спрашивает. Галина Ивановна, вас моя дочь видела в брюках, вы были в брюках. Я отвечаю, да, я была в каменезоне, но на мне было платье. Она говорит, Галина Ивановна, вы знаете, что это греш, что это мерзость пред Богом. Но самое главное, что вы подаете соблазн дочери моей. Если человек не крепок вере, он может, видя вас, сам соблазнится. Вы подаете соблазн, таким образом сами согрешаете, другого человека вводите в грех. Я вспомнила случай с платком, поняла, что права моя сестра во Христе, поблагодарила ее за обличение, попросила прощения. Чего я стыжусь? Ведь мама, мои сестры, женщины, девушки из моего детства, юность носили платья, косынки, платки и обувь на низком камлуке удобную, словно тапочки. Носки надевали белые по праздникам, цветные в будни, это женская одежда. И им было удобно. Они же, они также работали в поле, на огороде, на стройке и везде. А почему мне неудобно? В чем я вижу удобство? Мужской одежды с этого времени я брюки надевать не стала. Если в холодную погоду работала на даче или во время буйства комаров летом, то сверху колготок, либо гамаши обязательно надевала платье, либо юбку. То есть не согрешая, ни лукавь перед Богом, ни перед собой, ни перед совестью своей, ни перед людьми. Притча 17.20. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Псалом 144. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающим беззаконие. И до них кушу я от сластей и кавычки закрытых. Где-то в 1974 году в нашей смене работала молодая женщина. Однажды она пришла на работу и сказала, что в Покровском покрестила малыша. На следующий день ее вызвало руководство. Она в слезах вернулась на рабочее место и вскоре поговаривали. Ее исключили с комсомолом и всегда. Мы тогда все были комсомольцами, потому что учащие в школе. Мы все должны были быть октябрятами, пионерами и комсомольцами. Чтобы добиться определенного положения в обществе, занимать должность за перестроечное время, пока не пало КПСС, человеку нужно было быть членом КПСС. В школе я была активисткой, комсоргом класса и членом комитета комсомола школы. Выпускала стенные газеты в классе, в школе, отвечала за учебный сектор. Встретившись с несправедливостью, для себя решила, никогда не буду членом КПСС. А чтобы не докучала, в форсорг я однажды прибегла к традиционному методу, послав на три советские буквы. Муж и жена изменяют друг другу, считая это свободой, раскрепощенностью, и это, к сожалению, стало нормой. Эдакой бравадой. Притчи «Премудрость 6.26». Потому что из-за жены блудные обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Кавычки закрыты. Мужчине ничего не стоит бросить жену, оставить ее с ребенком и уйти к другой, более молодой или более состоятельной. Мужчина все чаще выступает не как глава семейства, а как некий паразит, разрушитель. Такой мужчина попирает в себе библейские законы, разрушает семьи, снимает с себя ответственность за воспитание своих детей, живет как в Петроду и как в Петрополе, от одной семьи к другой, а вернее не имеет страха Божьего. Ведя в крестово-воздвиженскую общину, я увидел, как в чистоте живут молодые люди, не познавшие греха разврата, молодые девушки, не знавшие мужчин, никогда не курившие, не употреблявшие вина. Сочетаются брачными узами с такими же непорочными юношами, юноши и девушки, пребывающие в чистоте, следуя заповедям Христа, советам наставников, постей и молитвы, целомудренно ждут таинств венчания по благословению родителей. Таинств венчания, истинно рукоположенный священник, наш духовный отец Яким, благословляет их семейную жизнь и непостыдное деторождение, а они обещаются Господу всю жизнь хранить верность, взаимную любовь, уважение, быть преданным друг другу. Видя, как мужья заботятся о семье, послушание жен и детей, об этом можно только мечтать, и об этом нужно молиться Господу нашему Иисусу Христу. Дети, послушные родителям, они не забиты, они знают намного больше, чем любые мирские дети, в них заложен страх Божий не перед людьми, а перед Господом нашим, дабы не нарушить заповеди Христова. Вот к такой крепкой и надежной семье нужно стремиться, чтобы возродить наше общество, возродить нравственность, чтобы в обществе не было ни наркоманов, ни проституции, ни алкоголиков, ни убийц, ни воров, ведь вся страна наша во всем этом потонула и погибла. Я молю Господа, Бога моего, чтобы Он осветил разум, душу, сердце, людей, словом своим, чтобы люди познали Спасителя, Твою Иисуса Христа, только Господь через покаяние может простить, а мыть людей от их грехов. В церкви было так, заповедал Бог. В церкви, ибо так заповедал Бог, раскаивавшегося в грехах, Господь прощает человека. Если кто-то обещается стать на путь исправления, то и следовать Христовым заповедям. Кубайкина Галина Ивановна, открытым оком, 15-й том, страница 101-я. Кавычки открытые. Брюки на меня надели в первый раз. Брюки на меня в первый раз надели родители. У нас с братом небольшая разница в возрасте, он очень крупный, поэтому нас одевали одинаково, как безнецов. Чтобы меня одевали, как и брата, настаивал отец. Я думаю, что он хотел, чтобы у него было больше сыновей. Когда отец стриг братьев, то заодно под мальчика стриг и меня. Или давал деньги и отправлял стричься в парикмахерскую. Я не помню, чтобы подобное отношение было к сестре. Я помню, что у нее много кукол и платьев, и ее никогда не стригли. Она позже состригла свою длинную косу сама. Что я чувствовала, когда надевала брюки? Наверное, я тоже хотела быть как братик, что надену брюки и стану. Если не мальчиком, то буду подобно им. И папа не будет обзывать меня на хлебницы. Позже в школе, техникум и институте я заметила, что к мальчишкам у учителей претензий меньше. Я старалась подражать мальчишкам, но волосы после окончания школы я уже не стригла. Когда я уверовала, брюки снять было трудно. И было у меня всего две юбки, а на дети постоянно носить платок было нелегко. В последний раз я надела брюки на соревнованиях и институте. А на следующих соревнованиях, хотя, как говорили, первое место было у меня в кармане, чтобы не надевать брюки, я отказалась. После свадьбы муж прочесал весь мой гардероб и брюки. Спортивные костюмы, какие подходили ему, забрал все, а прочее мы выбросили. Косметикой я практически никогда не пользовалась, не могла терпеть чужеродную маску. На своем лице более двух часов никогда не выдерживала. Размазал по лицу и шла умываться. Интересно, что перед тем, как мне прийти в общину, к вере, к Богу, мне подарили очень много декоративной косметики. Но куда дело не помню. Возможно, что девочки из общежития разобрались с тебе сами, когда я переезжала на квартиру к мужу. Кавычки закрыты. Дробот Анастасия Валерьевна Вилинская. Эфесянам 1.4. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Филиппийцам 2.15. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди стоптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Уж ночь близка, черна, угрюма, как могила, она ползет и мглой все кроет по пути. Остановись, небесное светило, не угасай. Путь долгий впереди. Дай дня, дай света мне, неведомая сила. Растет в уме моем, кипит в моей груди. Остановись, небесное светило, остановись, и путь мой освети. Торжественно звучал могучий глаз новинам. Благоговением народ ему внимал. Прид ним была стеной безбрежная равнина, день угасающий. Но чудно засиял. И двинулся он в путь. Ряды врагов редели. Смиренно перед ним бежала ночи тень. Победы яркие. Над ним лучи блестели. И разгорался славы новый день. Эс-фрук.